Ну как в баре нельзя курить? Это же полный бред. Потому что когда ты пьешь, ты сразу хочешь курить. Да, поэтому ты выходишь на улицу и... Да, но ты понимаешь, чем это теперь? Да, ты понимаешь, чем теперь это чревато? Чревато тем, что тебя не пустят обратно. Кто? Охранник кто, блядь, идиот. Блядь, почему ты такой тупой? Потому что ты пьяный, обосанный, только что покурил сигарету, тебе плохо. Не, ну можно платить по счету за это, да. Ты вышел из бара. Так. Идешь на аллею, куришь сигаретку, сышь под дерево, возвращаешься обратно и понимаешь, что охранник тебя уже не х**я, не помнит. Охранники, они запоминают посетители бара. Да им вообще пох**я. Ты охранник, и им вообще все равно кто ты. Откуда, блядь. У них наметан глаз. У них наметан глаз только на одно, блядь. Потому что человек, который еле ходит, я в бар не пущу. Классно, потом ты позовешь официанта, а официант докажет свой правотон. Ну как ты его позовешь, если тебя не пустят в знутый? Блядь, ну помимо охранника, ты естественно отойдешь, чтобы не находиться в его обществе. Да послушай ты меня, блядь. Да, да, Никита, с тобой. Чтобы не находиться в обществе этого засранца, ты отходишь чуть дальше. Но ты там встречаешь новую проблему, а именно какую-то подвыпившую бабу интеллектуала. Ты просто как айсберг перед ситаником возникаешь, и обязательно надо напороться с тобой на какой-нибудь бестолковый, бесполезный разговор. В духе нет ли у меня зажигалки. Естественно, протягивая зажигалку, начинается бестолковый разговор вроде, а как тебя зовут? Да тебя зовут, меня Лена. Пошла нахуй. Хочется ей сразу сказать, но вместо этого, блядь, ты целишь, меня зовут так-то, да. Ой, а чем ты занимаешься? Пошла ты нахуй. Ну и здесь ты молчишь, понимаешь, ты говоришь, я занимаюсь тем-то, тем-то. Ой, как здорово, а я вот занимаюсь вот этим вот. Какая мне, блядь, разница, чем ты, блядь, занимаешься, блядь. Как все надо уходить, просто... Да, но я курю свою сигарету и очень хочу, ебать, докурить. Что делать без сигарет? Блядь, без сигарет ты просто не станешь выходить, ты просто сел и спокойно в своем автономном режиме нажрался, а потом просто тебя запихнули в такси и ты поехал домой, все хорошо. А здесь начнется огромное количество бестолковых разговоров, потому что если ты в компании сидишь за столом, вы просто говорите друг между другом. Что делать зимой? Так. Ты, естественно, же не будешь стоять, сука, блядь, в гардеробе, чтобы взять свою куртку, чтобы выйти на 5 минут. И ты выходишь в своем свитерке, как школьник во время перемены, блядь, или с урока изоблить, вынести мусор. Стоишь на улице, блядь, тебе очень холодно, но ты докуришь эту сигарету до конца, заходишь обратно, околевший, а там тебя ждет еще холодное пиво, блядь. А на следующее утро ты просыпаешься с воспалением легких, и тебе не блядь они классно, блядь. Почему? Ну, блядь. Ну вот были церкви. Раньше было достаточное количество мест для семейного некурящего досуга. Были церкви, были макдональдсы. Блядь, там отлично люди проводили время. Но зачем же, если у нас и того, и другого в стране, блядь, более чем достаточно, прощать в макдональдсе церкви бары? Все дети с их родителями после школы будут забиваться в джон-дон, съесть бургер, поулыбаться, здорово провести время, надуть шарики. Илья Иноземцев вообще, просто, мне кажется, в последнее время, что все в стране делают для Ильи Иноземцев. Никит, ну не все знают, кто такой Илья Иноземцев. Блядь, все знают, кто такой Илья Иноземцев, но страшно другое, блядь. Теперь в 11 вечера в мои любимые бары будут приходить весь этот, блядь, сука, детокс, блядь, бесконечный. Нашисты? Да, блядь, и они в том числе. И теперь все будут там. Все вот это околоспортивное, улыбающееся, вечно радующееся своей сучей жизнью, блядь, и они будут улыбаться, попивать свои соки, блядь, и смотреть на меня с этой тупой говяжьей улыбкой, блядь. Понимаешь, вот что меня бесит. Тебе кажется, блядь. Они, сука, превратят всю страну, блядь, в довольных дегенератов, блядь, которые покупают себе все больше новых кроссовочек, блядь, в которых потом бегут свои километрики, блядь. Потом заходят в бар пропустить стаканчик, блядь, и при этом не выкурить ни одной, сука, сигареты, блядь. Я не могу жить, блядь, в таких условиях, блядь. Я нормальный человек и требую того, чтобы мне разрешили курить там, где я хочу, блядь. Потому что это нормально, ты нихуя не понимаешь, блядь. Тебе вообще все равно, кто будет там сидеть в баре с тобой пить, блядь, дети, блядь, или старики, блядь. Что теперь, все будут радоваться и веселиться, блядь, здорового жизни, блядь. О, поезд, блядь. И что теперь делать в поезде? И что мне теперь, блядь, что мне вообще теперь делать в такой ситуации? Мне что, теперь надо ставить будильню на 3 часа ночи, чтобы где-нибудь в Ленинградской области выбежать на минутной остановке со всем этим дембельским быдлом, который все в говниче, и курить с ними там? В самолете, ладно, ты отлетел 3 часа, блядь, можешь не покурить. Но когда ты едешь, блядь, 20 часов куда-то в гости к бабуле в какую-то, блядь, залубку, вот это, блядь, нет. На футболе они не запретят курить. Уже запрещено курить на футболе. Так там всегда будет запрещено. Так и сейчас запрещено. Так всегда было, смотри, ничего не изменится. Нет, нет. У меня последний раз, когда я был, меня просили убрать сигареты. Это просто был какой-то дотошный мент. Причем все, сука, курят бесконечно в своих этих кордонах. Ментам, интересно, можно курить? Закон для всех одинаков. И для бинтов? У тебя есть хоть одна мысль по этому поводу? Кого мне вообще посадили, блядь?